Уже сто лет существуют автоматы с жевательной резинкой. Машины, продающие шарики жевательной резинки, появились в 1907 году на платформе Нью-Йоркского метро. Теперь их можно встретить по всему миру, а рядом обязательно крутятся дети и клянчат у родителей мелочь на жевательную резинку. Суть этих автоматов в том, чтобы мгновенно доставить удовольствие. Вставьте монетку, поверните ручку и вот ваша покупка у вас в руках. Чтобы сделать автомат для жевательной резинки, конструктор сначала делает чертеж с точными размерами. Затем рабочий наливает расплавленный цинк в печь, где стальной плунжер толкает металл в пресс-форму, которая образует основание автомата для жевательной резинки. Механический коготь вынимает только что сформированное основание из пресс-формы и ставит его на ленту конвейера для охлаждения. Еще одна пресс-форма штампует ручку монетоприемника и приводного механизма. Рабочий помещает шланг с горящим природным газом под форму, в которой изготавливается распределительный лоток. Он заливает раскаленный жидкий алюминий в форму. Пламя под формой достаточно согревает форму, чтобы предотвратить конденсацию, из-за которой все может быть испорчено. Но форма все равно холоднее алюминия. И благодаря этому за несколько секунд лоток затвердевает. Лишний металл отрезают от крышки с помощью штамповочного пресса. Таким же прессом подравнивают крышку монетоприемника. Используя компьютерную программу, фреза вырезает отверстие в верхней части шара, в котором будут находиться шарики жевательной резинки. Шар делают из прочной, не бьющейся пластмассы. На следующем станке основание автомата для жевательной резинки прижимают к покрытому тканью полировочному диску, чтобы придать металлу блеск. Собирая механизм приема монет, спереди к нему добавляют крышку, движитель монет, пластину и, наконец, кулачок. Эта деталь обеспечивает работу механизма приема монет по часовой стрелке. Затем все это крепко закручивают шурупами. Потом в переднюю крышку вставляют ручку. На ручку, которая проходит насквозь всю сборку, ставят небольшую прокладку и приводное устройство. Потом его прикручивают к ручке шурупами. В щель вставляют монету и ручку поворачивают, чтобы убедиться, что система работает. Механизмы приема монет делают так, что в них можно опускать деньги разных стран мира. Их также можно использовать в разных типах торговых автоматов. Теперь на крышке наносят краску слоем в 3 мм. В течение 25 минут краску высушивают при температуре 204 градуса Цельсия. И вот наступило время собрать все вместе. В загрузочный бункер ставят колеса и покрывают их деталью, которая не дает выкатываться свободным шариком. Следом идет установка кольца адаптера. На верху укладывают пластиковые шары. На эти шары устанавливают алюминиевые кольца. Два боковых стержня пропускают через эти верхние кольца до самого дна. Их крепко прикручивают и потом, что собрано, откладывают в сторону. Пластмассовые корпуса ставят на основание и спереди крепят дверцы лотка. Крышки лотка ставят в пластиковом корпусе, а механизм приема монет как раз над лотком. Затем загрузочный бункер надевают на центральный стержень и ставят на пластмассовое основание. И потом на каждый бункер ставят крышку и закрепляют ее. Теперь, когда работа на сборочной линии закончена, пора этим машинам делать то, для чего они предназначены. Хотите резиночку? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова